всем привет дорогие друзья с вами кек сегодня я буду печь кокосовый бисквит для тортика рафаэлла получится у вас тоже вот такой вот пышный ровненький аккуратненький бисквит собственно самое первое что вам нужно сделать здесь 60 грамм молока у меня стаканчики и туда добавить 30 грамм масла все это добро я поставлю дважды микроволновку по 20 секунд чтобы она у меня хорошо разогрелась и масло растворилось как раз за то время пока она у меня будет стоять микроволновки я сделаю все остальные процессы и потом в конце добавлю уже это молоко просто я это делаю так сразу вот приблизительно чтобы вы понимали я буду делать бисквит на 6 яиц то есть молока на каждое яйцо по 10 грамм масла по 5 и того получается на 6 яиц 60 грамм молока и 30 масла то есть очень все просто считается самое первое что нам за этим нужно сделать это отделить белки от желтков чтобы туда желточков не попадала то есть самое простое и классическое что мы с вами делаем в любом бисквите этот рецепт очень схож с джакондой может кто делал с обычным бисквитом я просто его так сказать апгрейдила под себя чтобы им не было просто сделать и при этом он был кокосовый я знаю девочки делаю такие плотные коржи для тортика рафаэлла больше похоже на песочные кокосовые коржи но я такого не люблю и у меня в рецептуре там где клиентам сбрасываю список своих тортиков мне указано что там именно кокосовый бисквит они кокосовые коржи то есть все ждут от меня воздушных и легких коржей поэтому поэтому делаю вот так вот в следующих видео я обязательно покажу как я сам тортик дальше собирала там я и крем укажу какой я делала и уже о сборке торта подробнее расскажу но сейчас как бы продолжим именно с основной частью нашего бисквита на 6 яиц я беру один полный стакан сахара есть люди которые на 4 яйца берут полный стакан для меня это заната очень уж сладко получается причем кто смотрел мои видео все знают что я свои бисквиты потом еще обязательно пропитываю пропитывая их или сиропом с ликером или просто сиропом но обязательно пропитывают то есть есть пропитка у меня соответственно сладкая если очень пересладить наш бисквит получится приторно и невкусно поэтому я на 6 яиц делаю именно стакан сахара когда белки у нас стали вот такой вот легкой пеной я начинаю потихоньку вводить сахар белки не надо очень долго бить без сахара это абсолютно бессмысленно но и надо добиться определенной устойчивости сахар весь я не всыпаю сразу сыплю понемногу чтобы белки не упали сахар действует больше как абразив и эти большие порки которые у нас создаются в начале при взбивании оно растирает и при этом сам сахар растворяется и белки превращаются из пены в плотную устойчивую белую массу дальше добавляю немного по вкусу ванильного сахара вы можете добавить пакетика думаю здесь будет достаточно вот ну и у меня такая вы видели большая тара с сахаром поэтому я купила вот кокосовую стружку здесь в пакетике 40 грамм обычно никто из украины знают у нас в т.б. продается кстати скажу что в т.б. у нас оказалось что самая дешевая это стружка вот если где-то там магазинах по 10 гривен то в т.п. по 5 чем-то сейчас на этапе когда у меня сахар растворился в белках я уже буду заканчивать делать свое тесто я туда всыпаю одну треть пакетиком разрыхлителя и я этот разрыхлитель сразу с белками перемешала венчики оставила и буквально за секунды я всыпаю следующую свои разрыхляющие составляющие пол чайной ложки соды соду я обязательно в ванильные бисквиты гашу уксусом так как здесь нет шоколада который гасит соду и чтобы не был слышен запах соды обязательно ее нужно кислотой погасить то бишь это будет или уксус или лимонный сок кому как нравится но я чуть-чуть добавляю уксуса так как его чуть-чуть я начинаю внутрь туда его растирать потому что не вся сода промокла и быстренько это все всыпаю в белки также быстро это все перемешиваю буквально несколько раз и сразу на венчики выкидываю свои 6 желтков оставшиеся у меня от отделения с белками буквально тоже там пять раз венчиком вокруг провести для того чтобы желтки соединились у нас с белками долго все это вместе уже сейчас бить не нужно потому что из-за желтков из-за жира который в них есть белки могут падать поэтому не стоит это делать долго сюда у меня пойдет два стакана без горки муки то есть даже так можно сказать чуть чуть меньше грубо говоря полный стакан обычный средний полный стакан 200 граммовый я обязательно муку через ситечко насыщаю кислородом и убираются так все комочки вы видите там могут оставаться такие маленькие комочки не все хорошенько перетираются сразу нужно открыть кокосовую стружку чтобы потом мы это все быстренько вмешивали и нас ничего не задерживало вы видите буквально пахнет вкусно вы видите буквально тесто это делается в течение 10 минут то есть это очень быстро очень просто очень вкусно и без лишних затрат на вашу энергию время и все остальное поэтому попробуйте и вы не пожалеете особенно те кто любит кокос то есть я там дальше покажу как я делаю все остальное и этот тортик получается просто волшебный я туда еще кусочки миндаля добавляю очень вкусно собственно как и в моих классических бисквитах вы видели аккуратненько снизу вверх я перемешала свою муку муку я сразу всыпала всю в один заход высыпала сразу 40 грамм кокосовой стружки и выливаю уже растопленное сливочное масло с молоком она слегка горячего это не кипяток но горячее и поэтому сразу начинает реагировать еще и сода из-за тепла с разрыхлителем поэтому очень быстро соединяю кокосовую стружку молоко и масло чтобы молоко поверху не плавало и кокосовая стружка у меня была по всему тесту и за это время у меня тесто не успевает упасть то есть оно еще очень густое и в этом минус если вы делаете это в комбайне и муку смешиваете в комбайне у вас не получится густое тесто поэтому я всегда вот так вот воююсь ложка вы видите она мне густое у меня обычно разъемное кольцо и частенько если сделать жидкое тесто она по низу может убежать у меня этого не происходит потому что тесто вы видите она у меня не течет что еще очень хорошо сказывается его воздушности собственно здесь у меня форма на 23 сантиметра в этот раз можно было сделать даже на 24 но я почему-то решила делать на 23 мне для тортика надо было так выкидываю все тесто и вперед печься при температуре 160 180 градусов где-то полчаса и потом убавляю температуру на самый маленький точно не могу сказать потому что у меня газовая духовка я оставлю на минимум может это где-то градусов 120 и так еще где-то минут двадцать на маленькой температуре у меня тесто доходит и пропекается в это время я духовку не открываю и вы видите у меня получается абсолютно ровный и гладкий бисквит если у вас было жидкое тесто скорее всего он у вас поднимется горкой а у меня он ровный он вот практически 7 сантиметров в высоту этого вполне достаточно чтобы разрезать на три коржа и сделать полноценный торт то есть не нужно печь десяток коржей один раз поставили один раз испекли и все и забыли и все классно перемазали кремом так что попробуйте обязательно я думаю вам понравится в следующем видео ждите от меня подробно и о том как я складывала свой тортик ну а бисквит я надеюсь вам пригодится может и в других рецептах он тоже поучаствует попробуйте добавлять в классический бисквит молоко с маслом горячим так что удачи с вами был ваш кекс пробуйте ставьте пальчики вверх если вам понравилось мое видео пока пока была рада вам что-то рассказать интересное новое и поделиться с вами своим опытом всего доброго целую люблю а а а а а а и а и а и и Субтитры создавал DimaTorzok